На самом деле я точно знаю, что особенность путинского фашизма, он отличается, вообще существует много видов фашизма, вы прекрасно знаете, наши зрители это знают, есть там фашизм Салазаровского типа, есть фашизм Буссолини, есть фашизм в виде национал-социализма, в виде франкизма и так далее. Так вот, путинский фашизм отличается тем, что это фашизм без идеологии, у него нет идеи фашизма как корпоративизма, нет идеи фашизма как расизма, этих идей нет, это фашизм без идеологии. То, что сгущается фашистская туманность, не означает, что появляются фашистские идеологии, появляется, концентрируется другое, мифология, мифология, это миф вот о победе, сейчас создается миф о геноциде советского народа, да, вот эта вот знаменитая история с возбуждением уголовных дел, так сказать, 80 лет спустя по преступлениям нацистов. Это миф о геноциде советского народа, миф о великой победе, там есть реальность, но это все носит мифологическую форму. В чем принципиальное отличие? Идеология в том числе рисует план будущего и план его построения. Ложный план, ошибочный план, но тем не менее это всегда план. Какой план будущего и образ будущего был в нацизме, в фашизме, в коммунизме, в радикальном исламизме, во всех идеологиях, как тоталитарного, так и нет тоталитарного типа. Например, либеральная идеология тоже имеет план будущего, план его построения. Так вот, в путинизме нет этого будущего. В нем есть мифология, которая выполняет функции сакрализации нашего прошлого и мистификации и, так сказать, профанации не нашего прошлого. То есть мифология выполняет две функции. Во-первых, она обрисовывает прошлое, мифологизированное, и, во-вторых, она делит мир на две части, сакральную и профанную. И мы видим, что если мы посмотрим выступление Путина, или мы послушаем, предотвращая рвотный рефлекс, послушаем российский телевизор, то мы увидим, что там присутствует мифология. То есть говорится о том, что наша священная история, она вся священна, она вся неприкасаема, она вся сакральна. Ну, а есть и проклятый Запад, который весь профанен, который весь демонизируется и так далее и тому подобное. То есть это вот чистая мифология, это не идеология. Дело в том, что путинский режим, он все-таки очень персоналистский. Он очень персоналистский. В этом случае вот этот знаменитый русский маятник, он от вот этой вот отметки унитарного государства очень быстро пролетит точки федерализации, конфедерации и, скорее всего, дойдет до точки распада. Я думаю, что этот сценарий наиболее вероятен. Этот сценарий будет в какой-то степени повторять и сценарий, так сказать, обрушения Российской империи и сценарий обрушения Советского Союза. Потому что, ну, действительно, сегодня остатки Российской империи, они держатся, в общем, в основном на силе. Ничего другое не удерживает целый ряд регионов, территорий внутри России. Только сила, только угроза, так сказать, наказания за любые попытки выйти наружу. А выйти наружу – это привлекательно для значительного количества территорий России. Потому что, ну, есть опыт просто, Финляндия вышла, и Финляндия живет, давайте сравним с Карелией. Аляска несколько раньше вышла, и давайте сравним Аляску с Чукоткой. Ну и так далее. То есть можно эти сравнения продолжать дальше. Значит, поэтому это логика, это логика распада империи. Все империи распадаются, совершенно непонятно, почему Россия должна быть исключением. Поэтому в Кремле тоже это понимают. И, в общем, поэтому всеми силами стараются заговорить, скажем так, заговорить эту тенденцию. То есть запретить слова. Значит, сужение пространства свободы. То есть, ну, вот, например, там совершенно дикий, ну, такой вот, я бы сказал, закон а-ля Салазар. Вот португальский фашизм, он проявляется в таких законах, как, например, закон о госсовете. Потому что это замена разделения властей на некое корпоративное, на создание корпоративного государства. Когда, в общем, так сказать, ну, вот мы тут все вместе, мы собрались, так сказать, непонятно как, никаким образом. Сейчас мы, так сказать, будем решать государственные вопросы. Это чисто вот такой вот муссолиниевский, салазаровский закон. Значит, ну, фашистский, прямо скажем. Но он не является триггером. Потому что где госсовет и где непосредственные интересы человека. Люди не пойдут, так сказать, рисковать своей свободой, а может быть, жизнью, ради того, чтобы, так сказать, был, вот, отменен закон о госсовете. Не пойдут рисковать свободой, может быть, жизнью, для того, чтобы был отменен вот этот вот безумный совершенно закон о, так сказать, там, защите исторической правды. И так далее. И это, конечно, ну, это просто безумие, по которому можно посадить вообще любого человека. Любой музыковед или энтомолог, он может быть посажен в тюрьму просто на основании того, что ему прислали, так сказать, из-за границы в подарок, там, значит, чучело жука-древоточца. Все, ты иноагент, ты получил ценный подарок от, значит, какого-нибудь лесного клопа. Прислали, все, ты иноагент, значит, а он еще, к тому же, написал про этого лесного клопа, написал в своем, в своей социальной сети. Все, ты, ты не наш человек. У тебя не наш клоп и не наши, значит, не наш источник финансирования. Поэтому избежать вот этого безумия невозможно. Но уменьшить риски можно. Причем фашизм это не дразнилка, это не способ, там, обругать как-то режим. Это вполне себе нормальный термин, достаточно имеющий атрибутиковый доказываемый диагноз. А что должны сделать противники Путина для того, чтобы все это не грохнулось? Когда путинский режим начнет обрушаться, чтобы он не обрушился вместе со страной на голову оставшимся в этой стране людям. Вот этот, такая формулировка вопроса, мне кажется, достаточно, ну, достаточно, так сказать, адекватна. В основе хабаровского протеста, безлидерского, лежит именно антимосковское настроение. Вот именно вот этот москвоцентризм, который достал всех просто допеченок в регионах России, мне кажется, это может быть тот самый жубел, против которого может объединиться достаточно большое количество народа. Так же, как в свое время значительную часть людей достала власть КПСС. Поэтому, собственно говоря, вот и возможность, все эти заговаривания действительности, они мгновенно утратят свои магические способности, все эти магические формулы вербальных заговоров, они закончатся в тот момент, когда режим начнет осыпаться. В этот момент закончатся все уговоры, и, в общем, путинская Россия превратится в тыкву, как до этого превратилась в тыкву сначала КПСС, а затем и Советский Союз.